Привет, друзья! Очередной обзор Олимпиады. На этот раз четвертый тур. Защита каракан встретилась в огромном количестве партий. От тура к туру она набирает популярность. Видимо, шахматисты послабже наблюдают за партиями сильных и понимают, что так тоже можно играть. Начнем с вариантов, где встретился ход конь C3, DE, конь B4. Несколько партий я удалил. Играли шахматисты рейтингом ниже, чем 2000. И ничего, я их посмотрел, конечно, ничего поучительного, для того, чтобы рассказать, здесь в них не обнаружил. Ну, просто обычная слабая игра. В одной партии встретилась конь F6. Тоже шахматисты не сильно рейтинговые. 2.048 и 2.118. И после размена вариант с EF. Здесь считается наиболее неприятным для черных C3, слон D3, херст C2 расстановка. Белые сыграли примитивно конь F3. Но позицию удержали. Черные почему-то не провели C5. Одна из основных идей в этой схеме. А вот как раз размены считается, что выгодны белым. Стоит снять с доски все тяжелые фигуры и лошадей, как возникнет совершенно безнадежный пешечный N-шпиль. Для черных безнадежный. При этом черные вроде как демонстрировали готовность все поменять. Вот эта позиция для них, на мой взгляд, должна быть несколько неприятной. Тем не менее, Игравшая белыми шахматистка предложила ничью. Слон F5 встретилась в одной партии. Шахматисты 2.396 и 2.468. Партия из матча Бельгия-Парагвай. Из мужской олимпиады. Ход конь F3, как я уже вам рассказывал, самым простым способом уравнять считается ответ конь F6, конь F4 и теперь E5. И на DE ферс опять шах. Белые получают преимущество двух слонов, но развернуться этим слонам негде. Уже одно то, что так играл Анант, говорит о надежности этой схемы. В партии последовало E6 и на коне F4, ферзь H4. Черные не позволили пешке H пойти вперед, но ферзь на H4 расположен не очень хорошо. Белые тут же его разменяли. И за счет, вот здесь за счет преимущества двух слонов, микро-плюсик у них есть. Этот микро-плюсик им удалось превратить в единичку. Во многом благодаря тому, что черные начали решительные действия на королевском фланге, ослабив свои тылы. Теперь пешка E6 слабая. Никаких реальных угроз создать не удается. А объекты для атаки противник получил. Ну и потихонечку белые выиграли. Следующий вариант, в который я собрал несколько партий, это атака Панова в одной из встреч случилась. А в другой система Штейнера. То есть дважды взяли на D5, в надежде на то, что черные сыграют, ферзь бьет D5. И после конь C3, D4, белые выигрывают два темпа в этой атаке Панова. Но на этот раз черными играла известная шахматистка Джованна Хуско. Она вывела коня на F6 и немедленно съела на D5. После конь F3. Ну и я предпочитаю в этой позиции рецепт Карпова. Конь бьет C3. Bc, G6. Потом слон выходит на G7. Короткая рокировка. И игра против либо изолированной пары. Пешки DxC становятся либо изолированной парой. C3, D4. Либо становятся висящими пешками. В любом случае, у черных достаточно удобная и комфортная игра. Джованна решила сыграть иначе. Пошла E6. Белые, на мой взгляд, не точно вывели слона на C4. Им стоило предпочесть D4. С идеей вывести слона все-таки на более опасную диагональ. B1, H7. Ну то есть, вот это переход в атаку Панова в чистом виде. После слона C4. Дело в том, что слону на C4 не место. Он попадает под ферзь C7. Там за ним пешка C3 находится. Уже надо было считаться сходом ферзь C7. Но черные играют намного проще. Они расставляют свои фигурки так, чтобы создать давление на изолированную пару. В принципе, это вполне тоже разумно. Белые должны были, видимо, в какой-то момент поставить пешку на C4, если они хотят претендовать на получение преимущества. Потому что после хода C3-C4 черным уже автоматически придется считаться исходом D4-D5. То есть, пешки будут двигаться вперед. И даже если одна из них потеряется, резко оживут фигуры белых. Но к продвижению C4 белые оказались морально не готовы. И провести... Ну, что за провести продвижение... В общем, так C4 и не пошли. Зато нашли способ разрушить позицию черного короля. И, на мой взгляд, это и явилось решающей ошибкой. То есть, в этой позиции, видимо, стоило сыграть ферзь F2 с идеей поставить слона на H4. Вызвать F7-F6. После чего уже заняться давлением на пешку E. Мне, в принципе, позиция белых кажется вполне перспективной. То есть, здесь идет игра явно на три результата. Даже если объективная оценка и в пользу черных здесь. Объективная должна быть... Должен быть у черных плюс белые. Немедленно избавились от плохой пешки F4. Это вполне разумно. Но, к сожалению, находят конкретное опровержение. H5. Конем некуда ходить. Если он пойдет на линию E, потеряется слон F5. А после коня F4, оказываются пойманы слоны. После ферзь F6 они... Ферзь их нанизал. И, в общем-то, с лишней фигурой черные легко одолели. Атака Панова встретилась в партии Берзина. Илзы играла черными, а белыми играла представительница Аравии. Юнайтед, Арабия, как там страна называется, в общем. Объединенные Арабские Эмираты, видимо. Конь C6. Ну, я вам говорил, что я предпочитаю G6 в этой позиции. Чаще всего встречается схема с ходом E6. Усилиями Алексея Сергеевича Дреева, его тренера Филипенко и многих других шахмакистов. Популярность третий и, в общем-то, на мой взгляд, третий по популярности ход конь C6. Может быть, просто я реже изучал эти варианты. И здесь после хода слон G5 вместо слон E6, есть вот E6 вполне нормальный, есть вот слон E6, на мой взгляд, сильнейший. Вместо этого белые сыграли, ой, черные сыграли слон G4. Я о таком продолжении не знал, что вообще оно возможно. Немножко подвигал и, в общем-то, понял, что реально так играть можно. Компьютер считает сильнейшим жертву пешки. После конь E5 угрожает конь D3 шаг, поэтому ферзь D4 белые сыграть не успели. Ну, несомненно, здесь есть у белых компенсация за пешку, но и у черных пока непонятно, за что их должны наказать. Слон F8, конечно, в игру войдет. Например, где-то они могут сыграть H6, размен на F6 однозначно в пользу черных. Там слон вообще на C5 выйдет, да и пешку не отыграть будет. Полит D3 уже, то есть такой колька с паровым может в какой-то момент возникнуть. То есть эта позиция требует серьезного анализа. Я ее серьезно не анализировал. Ферзь А4. Ферзь А4 тоже ход вполне разумный. И, на мой взгляд, в этой позиции белым стоило разменяться, пойти слон B5, угрожая при случае побить на F6. То есть пока что висит на C6. А, скажем, на слон D7 будет взятие на F6. И черные теряют на D5. Причем, чтобы не потерять на D5, видимо, придется бить GF. Но тогда белые могут даже не брать на D5 из-за A6. И как-то фигуры начинают подвисать. А просто продолжить развитие. У черных очень плохая пешечная структура. Игравшая белыми шахматистка сыграла C5. Здесь и слон B5. Черные пожертвовали пешку. Но брать ее опасно. Потому что E5 грозит в ED. А если до E, то конь E4. Дает черным просто страшную атаку. Белый король застрял в центре. Быстро спрятаться из центра он может только на ферзьевом фланге. А там уже вскрыто огромное количество линий. Поэтому белые предпочли сыграть H3, слон H5, конь E2. И тут черным стоило все-таки убрать пешку из-под удара следующим способом. Конь E4. И на взятие увести коня на E7. Потом подорвать B7, B6. В одном из обзоров предыдущих мы видели, как черным надо трактовать такие позиции. При том, что у них слон на C8 стоял. А там он расположен явно хуже, чем на H5. То есть у черных полноправная игра. Вместо этого они сыграли слон G6. И я не вижу противопоказаний против отъема пешки. Белые взамен тоже пешку брать не стали, а рокировали. Снова последовал странный ход H6. И здесь белые просто обязаны были пешку забирать. И слоны черных не так просто найти применение. То есть одного из них можно разменять на коня. А вот с чернопольным слоном у черных серьезные трудности. То есть непонятно, как его активизировать. Он везде упирается в стену из белых пешек. Ну, последовало слон F4. И, в общем, потихонечку черные переиграли свою менее опытную противницу. А мы с вами пойдем дальше. Разменный вариант был очень популярен в этом туре. Позиция после слона D3, C3. Конь F6. Если до этого шахматисты предпочитали ход Алексея Сергеевича Дреева и ферзь C7. Очень неплохой ход. То в этом туре конь F6. Как основное использовалось. Слон F4. Естественно, ферзя на C7 белые не пускают. Драгон Солок сыграл в этой позиции с G6. Ну, и получилась примерно равная позиция. То есть, компенсация за пешку здесь у черных, несомненно, есть. Более того, эта пешка отыгрывается. Но выиграть черным не удалось. Потому что вот они отыграли пешку. А пока отыгрывали, белые завершили развитие. Ну, и позиция действительно, на мой взгляд, примерно равна. Ну, хотя, конечно, разницу почти в 300 пунктов черные должны были превратить во что-то более увесистое, чем пол очка. То есть, может быть, эта позиция только кажется мне равной. То есть, может быть, тут вот ничью надо форсировать. То есть, просто ничейная для черных. Либо у них похуже. Такое тоже бывает. Все-таки тут 2 на 1 на ферзевом фланге. И король под какие-то шаги попадает. Ну, в общем, получилась ничья через несколько ходов. Кому интересно, посмотрите сами. Слов же 4. Основной ход. Тоже был сделан у нас в этом туре. В ответ на ферзь Б3 в партиях двух шахматистов с рейтингом, ну, или шахматисток ниже, чем 2-150. Встретился старый ход конь А5. И после ферзь А4, слон Д7, ферзь С2, ферзь Б6. Белые, в общем, не смогли воспрепятствовать ходу слон Б5. По-моему, Роберт Джеймс Фишер против Тиграна Вартановича играл немедленно А4. Я могу заблуждаться. На конь Б3 ладья А3 вроде и есть. А может быть там тоже конь Д2 было. Память-то уже подводит потихонечку. Слон Б5. После слон Б5 у Чернок полный порядок. Слон, который упирается в свои пешки, разменивается. А, может быть, ферзя на Б1 куда-то нет. На Б1 не получается его поставить. То есть белым надо не допустить ходу слон Б5. Способов много. Но самый радикальный это А2, А4. Может быть, он и сильнейший. А здесь белым надо было пытаться как-то, может, доказать, что ферзь у Черных будет расположен плохо. Не знаю. Тоже, может быть, как-то братья А4 играть. Да нет, там ферзь идет на Д7 и будет отлично расположен. В общем, вот эта позиция у Черных, конечно же, совершенно нормальная. Но до выигрыша здесь далеко. Позиция, несмотря на то, что от белопольных слонов удалось избавиться, примерно равная. То есть от Черных требуется еще проделать немалую работу. И они предприняли такую позиционную жертву качества. Компенсация явно недостаточно, но шансы запутать менее искушенного противника есть. То есть все-таки у Черных эта пешка центральная. Линий открытых нету. То есть к ладьям тяжело развернуться. Ну, а значит, у Черных имеется достаточно понятная игра. Им где-то надо либо центр в движение привести, либо создать слабости у противника на ферзьевом фланге. В целом такая игра на победу вполне заслуживает изучения. То есть вот здесь белые, например, пожертвовали пешку, непонятно для чего. И у Черных уже две пешки за качество. Мощный центр и явный перевес. Стандартный ход ферзь Б3 натолкнулся на совершенно правильную реакцию ферзь Д7. Реакция известна еще с давних времен. Я об этом ходе знал, как только принялся за изучение книжки Константинопольского и Явейца «Защита Каракан». Что это сильнейшее продолжение. Или вру. Или об этом мне сказали в 87-м году. Я увидел в исполнении одного из шахматистов на полуфинале России в Полевском. Именно вот этот вариант. И он мне рассказал, что пешку Б7 брать нельзя. Вот этот шахматист. Я уже забыл фамилию. Вконтакте у меня есть фотка. И если этот шахматист себя узнает, он параллельно еще греблей занимался. И это, пожалуй, все, что я о нем помню. То есть очень здоровый физически был шахматист до 14 лет. Если узнает себя, то я был бы рад, если он со мной свяжется. Слон Д6. Слон бьет Д6. Ферзь бьет Д6. Часто предпочитают черное сначала бить на Ф3 во избежание Конь Е5. То есть здесь у белых была возможность сыграть Конь Е5. С другой стороны, после Ферзь С7, Конь бьет Ж4. Вряд ли это так опасно для черных сдвоения пешек. Пешка Е6 лишь отняла пункт Е5 у белых фигур. А использовать ослабление Королевского фланга не так-то просто. Но, тем не менее, чаще бьют на Ф3 немедленно. Ладья Е1. Белые даже не пытаются взять на Б7. Ход Ферзь бьет Б7. Не дает перевеса. И это известно давно. Посмотрите, у меня в роликах все указано. Если кого-то заинтересует. Конь Е5. Здесь белые пытаются, вполне логично, создать атаку на Короля. Поэтому от черных требовалось, на мой взгляд, уже здесь, сыграть Конь Е6, Д7. Для того, чтобы Конь на Е5 не встал. На Ф3 просто Ж6, Король Ж7. И начинаем ладья АБ8 и Б5 игрок. Также при случае черные имеют в виду возможность Е6, Е5. То есть, не только вот просто взяли под свой контроль. Но и при случае готовы получить изолятор на Д5. После всех разменов там у черных будет полный порядок. Ладья АБ8. И вот здесь белым удалось поставить пешку на Ф4. Обычно это означает, что у них прекрасные шансы на атаку. В данном случае, индийская шахматистская Ееша Караваде сыграла Ф5. Очень сильный ход. Конь хочет перепрыгнуть на Е4. После чего, размен такого коня приведет к получению у черных защищенной проходной в центре. Поэтому на Д7 белые тут же бьют и пытаются сыграть против слабости на Е6. Но защитить пешку Е6 черным не так уж и сложно. У них Король подключается к этой защите. А попытки белых дать мат, они, конечно, выглядят опасными. Но белым просто не хватает дровишек для того, чтобы в топку атаки подбрасывать. Очень много разменено. И потихонечку черные аккуратно игрой отбиваются. Более того, мы видим, что им удалось провести атаку першечного меньшинства. Забрать на Б2. Но у белых осталась только одна слабая пешка на Д4. И закономерная ничья по этому. Так, дальше. Дальше мы разберем следующую партию. Момент. Следующую партию. Завадская Харрика. Здесь я в эту партию вклеил все редкие продолжения. То есть в одной из партий было сыграно Д3. И черные избрали старую схему с Ж6, Сол, Ж7. Мое мнение. Здесь у белых получше. Но белые обязаны знать о ходе Б2, Б4 в этой позиции. Идет борьба за пространство на ферзьевом фланге. Если черные сыграют А5, белые просто возьмут. Потом поставят пешку на А4. Коня на Б3. Может быть, А5 еще сыграют. То есть борьба за черные поля идет. После хода Б3, С5 возникла такая странная смесь новоиндийской и староиндийской защиты с переменой цвета. И ничего хорошего это не принесло. У черных комфортная игра. И потихонечку они выиграли. Конь С3, Д5 встретилась еще в нескольких партиях. В одной из них последовал ход ферзь Ф3. Причем это гроссмейстерская практика. Гроссмейстер Голлега играл с гроссмейстером Энрике Виларгой. У одного 2 474. У другого 2 519 рейтинг. Черные отреагировали максимально просто. Конь Д7. В системе Петросяна-Смыслова ферзю на Ф3 делать нечего. Я бы, наверное, в этой позиции ферзя на Ж3 поставил. Белые предпочли удержать коня на Е4. Пригрозили даже красивым матом на Д6. Но от этих нападок черные очень легко отбились. И вот эту позицию стоит признать уже даже не как равную, а как чуть поприятнее у черных. Потому что слон Ж7 стреляет очень здорово. Второй слон тоже выходит на большую диагональ. На большую дорогу, я бы даже сказал. И центр. В центре тоже у черных все прекрасно. Потихонечку они переиграли своего противника и добились победы. Конь Ф3 было сыграно в партии Завадска-Харрика. И в партии... Еще в двух партиях. Значит, в партии Завадска-Харрика черные ответили Конь Ф6. К ней мы вернемся позднее. А после слон Ж4... В партиях шахматистов с невысоким рейтингом Белые сыграли Д4. И здесь жертвовать пешку путем Конь Бьет Е4 не стали. Хотя, вариант Конь Бьет Е4... Ферзь Бьет Д4, слон Е3. Ферзь Бьет Б2, слон С4. Несомненно, должен заинтересовать любителей поатаковать. На мой взгляд, здесь у Белых страшная атака. Ну, надо считаться с тем, что заберут две ладьи, да. Вдруг Белые сыграли... Ну, взяли Ферзьем. И после Е6 тоже доказали, что у них есть преимущество двух слонов. То есть, получили маленький плюсик. После... А, еще в двух партиях было сыграно Аш-3. То есть, я неудачно так вам сообщил, что всего лишь две партии было с ходом слона Ж4. Их было больше. В одной из партий Белые пошли по заветам Таля. В матче против Ботвинника, в матче реванши, он играл ЖФ. И после Конь Ф6 зачем-то поставил слона на Ф4. Хотя, Коблинц перед партией напомнил ему, что слона надо стоять на Е3. То есть, объяснить ход слона Ф4 Михаил Нехемевич после партии тренера не смог. Но зато Александр Нафтальевич объяснил потом в книжке идею белых. Почему они испортили себе пешечную структуру. То есть, слона на Е3. Ну, Е5 ходить тоже не следовало раньше времени. Здесь, может быть, стоило как-нибудь рокировку сделать. Или ладья Ж1 пойти. Ну, и так, вместо длинной рокировки А3, наверное, заслуживало внимания, чтобы совсем уж свою пешечную структуру в руины не превращать и на С3 взять Ферзьем. А теперь Черные могли просто взять на С3. И, на мой взгляд, у них стратегически выигранная позиция. Б5. Сейчас конь идет на С4. Второй в нужный момент окажется на Ф5. Ну, в общем, белые практически без своих слонов играют. И надо сказать, что у черных есть еще идея рокировка и потом Ф7 и Ф6, чтобы по линии Ф надавить на пешку Ф3. То есть, вынудить Ф4. После чего, конечно, Ж6 и конь Ж7. То есть, при пешке на Ф3, Ж6 черные ходить не будут. Ну, вместо этого последовало слон Е7. И в длительной борьбе белые переиграли своего противника. Более человеческая Ферзь бьет Ф3. Встретилась в партии Магнуса Раггера против неизвестного мне шахматиста с рейтингом 2408. Белые пошли Д4 только в ответ на Ж6. В чем хитрость, я как бы вам объяснить пока не могу. Видимо, не хотят бить Ферзем на Е4. А вот после Ж6, там, наверное, и конем можно взять. Тоже будет огромный перевес в развитии за пешку. То есть, удалось захватить пространство. И белые начали разрушать королевский фланг потихонечку. Это им вполне удалось сделать. И потихонечку они своего противника переиграли. На 40-м ходу черные сдались. Более интересный ход кони в 6 встретился в партии в заводской Харико. И, в общем-то, принес черным успех. Хотя, вот в этой позиции, на мой взгляд, ход кони Е4, который сделала дроновали Харико, не очень хороший. Я лично играл конь Ф7 против Максима Литвинова, ученика Кисматулина, в Павлодаре пару лет назад. Или три года назад. Уже время летит быстро. И сейчас, мне кажется, тоже, что конь на Ф7 стоит лучше, чем на Е4. А после кони Е4 белые очень простой игрой получили перевес. Они этого коня хотят съесть. После Ц5 едят. Вторгаются ферзем в лагерь противника. То есть, в какой-то момент был возможен ход Ф7, чуть ли не здесь. Но и вот эта позиция тоже для черных выглядит не очень хорошей. У белых было простое решение. Слон Е3. Максимально быстрая рокировка. И жертва качества с дальнейшим избиением черного короля. Очень быстро оба слона и ладья Х1 включаются в игру. И черные проигрывают. Вместо этого белые взяли на А6. И сохранили всего лишь перевес. То есть, вот здесь был сильный ход Ф4, потом Ф3. Дальше также борьба протекала с... Течение борьбы казалось выгодным для белых. Но вот в этот момент они не увидели удар конь бьет Ф5. Или увидели, но неправильно его оценили. После обязательного ладья бьет Ж2. Висит слон на Е7. Разноцвет для черных близкий к безнадежному. Потому что ладья А8 может не войти в игру. А слон Д8 ведет к тому, что разноцвет для черных уже просто желанен и необходим. А ладья А8 в игру так и не вошла. Стопфиш оценивает позицию как выигранная для белых. А после ладья А8 партия медленно покатилась под откос. Они отказались от ничьей. Видимо напрасно. Теперь слон на Б6 стал очень активным. И здесь уже действительно реальное равенство. После ладья Е1 черные приступили к атаке на королевском фланге. H5, H4. И в общем быстро добились успеха. Ну и последний вариант, про который мне нужно рассказать. Это Е5. Е5 встретилась в нескольких партиях. Везде играли слоны в 5 в 4 туре. Везде где встретилась. На слоны в 5 отвечали по-разному. H4 встретилась в партии двух шахматистов в диапазоне 2,250-2,350. Черные сыграли H5. По-прежнему настаиваю, что ход ФБ6 более серьезный. И также напоминаю, что есть для изучения, если так уж хочется пойти пешкой H, то очень серьезной является такая идея. C5. С очень агрессивной игрой. Конь F3. Самый популярный ход был сыгран в двух партиях. В обеих черные избрали вариант, где конь G8 переходит на C6. И в партии Цуриэль-Эрнандес-Эстевес, видимо женская олимпиада, черные после C3 конь Е6 потихонечку переиграли своего противника. Но действительно, пункт C4 ослаблен по линии. Есть линия C, есть возможность для F7-F6. То есть вскоре черные завершили развитие, провели F6. И на доске стоит совершенно отличная редакция одного из вариантов французской защиты, где слон не на C8, а уже выведен на F5. Черные потихоньку выиграли. Более жесткая C4 встретилась в партии Себа-Экслер. Но и здесь вот эта вся теория. И здесь белым не удалось доказать, что у них есть перевес. То есть такая сильная шахматистка, как Мария Себа, не смогла ничего здесь продемонстрировать. Хотя, если белым удастся коня C2 на поле D3 перевести, у черных будет стратегически очень тяжело. Но беда белых в том, что этого не получается. Меняются пешки D4 и E5. И на доске у нас полное равенство. Хотя, конечно, опять же, разница примерно в 250 пунктов. И Мария Себа должна была белыми поставить какие-то серьезные проблемы, но не поставила. Более редкий ход конь D2 встретился в партии Лека Несипяну. И черные сыграли здесь конь D7, но могли сыграть и сразу C5. Это привело бы примерно к тому же. В ДЦ слон бьет C5. Сейчас конь C5, ферзь А5 и ферзь C5. Только здесь ферзь бьет на C5. Несипяну пошел конь D7. И после конь F3 тоже взял слоном, потому что пристроить этого слона не так-то просто. Он хоть и считается хорошим у черных, но если взять на C5 коню, то, во-первых, черные лишаются рокировки. То есть белые могут в ответ на конь бьет C5, скажем, взять на C5, дать шаг на B5 и тут же рокировать. То есть у черных нет рокировки. Во-вторых, надо считаться с немедленным слон B5 на конь D7, конь D4. Как-то начинают цеплять слона F5. Вроде перевес в развитии. А после слон бьет C5. Второй слон черным тоже, оказывается, не нужен. Они пытаются отнять пешку E5. Если белые съедят на F5, то конь на F5 будет неимоверно мощным. Он уже готов на E3 при случае попасть. После того, как белые побрезговали слоном на F5, черные закончили развитие, как мы видим, и решили сохранить этого слона. Ну, попутно избегая всяких идей противника, связанных с G4. И еще один важный ход. Главный плюс белых в этой позиции, это мощное положение коня на D4. Ходом конь B8 белые, в принципе, сбивают оттуда любую фигуру. То есть на слон B4 они и вторым конем нападут на этот пункт. То есть, скорее всего, правда, конь выйдет на F5. Поэтому белые предпочли оставить в живых конях. Но на C5 лошади прыгнуть не дали. И после F7 и F6 у черных отличная игра по линии. То есть, все стандартно. Дальше произошла серия разменов. И мы видим, что уже черные создали какие-то угрозы. То есть, белым надо играть чуточку более аккуратно. Но соперники оба очень высокого класса. И, конечно, такого преимущества для победы хватать не должно. Но его и не хватило. То есть, партия закончилась ничьей. Еще раз напоминаю, все партии, которые я сейчас прокомментировал, вы можете скачать в ссылке под видео. Еще раз напоминаю, что защиту Каракан. Партии, сыгранные защитой Каракан на Олигаре, я комментирую исключительно потому, что у меня в ближайшее время начнется тренинг по защите Каракан. Пара мест вроде бы еще есть. Всем спасибо за внимание. С вами был международный игросмейстер Роман Ивичкин.